В областном центре на публичные слушания был вынесен проект бюджета Твери на следующий год и плановый период 2023 и 2024 годов. Участие в обсуждении приняли жители города, депутаты Тверской и Городской думы, а также представители общественности. О том, какие решения были приняты, смотрите далее. Основные параметры главного финансового документа озвучила начальник департамента финансов Твери Ольга Слобода. Она сообщила, что доходы бюджета в 2022 году составят 9,6 миллиарда рублей, а расходы 9,8 миллиарда. При этом дефицит сформируется в размере 5%. Что касается расходов, бюджет города остается социально направленным. Большая часть средств пойдет на развитие системы образования, культуры, социальной политики, физкультуры и спорта. Бюджет, понимаете, бюджет это вся жизнь города, потому что финансы определяют так, как мы будем жить. Поэтому он должен быть сбалансирован, к чему мы и стремимся. Доходы и расходы должны быть соответствовать. В основном у нас бюджет он социально направленный. Поэтому все вопросы, которые рассматривали, которые закладывают бюджет, они связаны с населением, с народом, с улучшением жизни в нашем городе. Основные направления бюджетной и налоговой политики города составлены с учетом сложившейся экономической ситуации в стране, вызванной коронавирусом и принятия мер по устранению его последствий. Одна из задач, поставленной на предстоящие годы, увеличение доходного потенциала городского бюджета. Конечно, достаточно большой у нас муниципальный долг. Хотелось бы жить с бюджетом профицитным, для того, чтобы уйти от, конечно, этого муниципального долга. Но, во всяком случае, 2024 год мы планируем без дефицитного бюджета. Без создания комфортных условий проживания говорить о благополучии горожан в целом невозможно. Поэтому и в следующем году бюджетные средства будут направлены на создание комфортной городской среды. В частности, деньги пойдут на ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных пространств. Около полутора миллиардов у нас пойдут на дороги, на выполнение национальных проектов, на ремонты, на текущее содержание. И, конечно, еще большая часть или большая программа – это благоустройство. Это комфортная городская среда, которую мы уже, как говорится, в течение нескольких лет достаточно успешно реализуем и делаем новые объекты отдыха наших горожан. Во время обсуждения проекта бюджета участники слушаний могли задать интересующие вопросы. По итогам городской думе рекомендовано принять бюджет в Верик рассмотрению с учетом высказанных предложений.